Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья! Ну что, друзья, время идёт, и мы уже с улыбкой продолжаем наблюдать за страшными истериками в студии федеральных каналов. Мы все сегодня просто в одной лодке, да? Или мы выгребаем, но только гребём все, да? Или просто идём ко дну. Легко не будет. Так будет очень тяжело. Я, кстати, думаю, не кинуться в ближайшие дни, не дожидаюсь. Я полностью согласен, зачем такой мир, в котором у него будет Россия. Но, может быть, мы мир оставим просто без Польши? Там пропагандистам всё сложнее, так сказать, держать строй. И на головы офигевших ура-патриотов то и дело вываливается неудобная правда. Российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские. Что, наверное, больше похоже на правду. В смысле потери России больше, чем Украины? А-та ладно! А Шойгу ж говорил, что всего 6 тысяч погибло. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. И мозги ура-патриотов начинают закипать, а пропагандисты собачатся между собой, цитируя некую Маргариту Симоньян, системно дают заднюю. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Другими словами, от былых улыбочек и пафосных фраз не осталось и следа. И показательнее всего здесь трансформация мировоззрения Шептуна Соловьёва. Дурачки всё пишут, что сейчас Украина победит, а серьёзно аналитики говорят, что вообще-то Россия может полностью уничтожить Украину за месяц. В своих жалких шоу этот дед годами пытался запугать Украину, рассказывал о победе одной левой. Война будет идти по всей территории Украины. Ну, по всей. Будем бомбить города украинские? Нет, будет уничтожена военная инфраструктура. Это значит аэродромы, ПВО, скопление техники. Если Путин сказал, что дёрнетесь, будет стоять вопрос о вашей государственности, то это как вклад в швейцарский банк. Если начнётся, то Россия должна будет ответить не в течение дней, а в течение часов. А в первые дни так называемой спецоперации Соловьёв вместе с Кедми в студии активно зачищали ртом Киев и Одессу. В Киев вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. Все стратегические направления контролируются российской армией или вот-вот перейдут под власть российской армии. Как в районе Киева, так в районе Николаева, так по направлению к Исмаилу, так по направлению к Одессе. Когда же стало понятно, что Блицкрик провалился, а чмо не получили по ушам, Соловьёв на всю страну дал армии кредит доверия в полтора месяца. Ожидание людей, сколько может продлиться война, но ощущение, что там полтора-два месяца, то есть люди как бы такой кредит доверия дают. С тех пор прошло уже больше года, и свои старые обещания Останкинский дед почему-то не вспоминает. Так чё там с кредитом доверия, Рудольфыч, поди просрочился немножко. И дед, понимая свою убогость, страшно злится и пытается грозно трясти кулачком. Зачем мы ждём контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие? Нанести удары по местам дислокации и расположения? Центр в принятии решения Украины? Война закончится только тем, что это либо мы, либо мира не будет. Вообще всего. Ой, ну всё! Спасайся, кто может! Нарвались мы на серьёзных людей, но все же понимают, что люди, которые уверены в себе, в своей стране и армии, не будут так истерить и повизгивать. Да мне плевать! Отлично! Ваше нацистское государство должно быть уничтожено. Смотрите. Для этой цели, знаковое для вас, дорогие вашему сердцу места, террористическому нацистскому, должны быть уничтожены. Каждый, ещё раз, каждый эфир Соловьёва это шоу беспомощных. Причём говорим мы это не потому, что нам так хочется. Нет. Пропагандисты договорились до того, что спрятав своих детей от мобилизации и сидя в тёплых студиях, требуют бросать в бой срочников. Всё, отступать уже хватит. Точка. Если надо, срочников. Если надо, ополчение. То есть надо уже упираться. Срочников, Карл, то есть в российскую профессиональную армию добровольцев или зэков уже веры нет. Теперь надо детей на фарш бросать, верно, Соловьёв? Здесь у нас уже нет никаких ограничений, мы можем использовать срочников. А это несколько сотен тысяч человек. А ведь ровно этот же персонаж в своё время обещал разнести Украину, лишь подняв бровь. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймёт всё. Стратегическое терпение России кончилось. Так чё там, Вов, поднял бровь, и вдруг оказалось, что без срочников не то, что НАТО, а даже маленькую Украину никак? Да это вообще первая война, когда мы воюем без молодых, условно говоря, без срочников. Да. Такого вообще никогда нет. Так бывает, когда Чуток переоценил свои силы, и теперь изнутри съедает страх и неуверенность. Причём это же не только Соловьёва касается. Посмотрите, например, последние эфиры того же Киосаяна. Я, как и многие мои друзья, члены семьи, очень многим пожертвовал, и я имею моральное право спросить тех, от кого это зависит. Мы что-то решать будем. Давайте начнём мочить. Давайте око за око, зуб за зуб. Давайте забудем на некоторое время про милосердие. Выпейте что-то тонизирующее и просыпайтесь. Потому что Родина в опасности. Чудак годами кривлялся и выдавал в эфир тупые, несмешные шутки. Сегодня 1 апреля. А значит, отмечается, что правильный день профессионального западного политика. Или, как его ещё называют, день дурака. Была Финляндия суверенным государством, а стала членом. Ступить в НАТО намного хуже, чем в коровью лепёшку. Мой, не мой, а запашок останется. А теперь ему чё-то совсем не смешно. Ведь он отлично понимает, что за преступление придётся отвечать, в том числе и ему лично, вместе с женой. А бежать Киасаяну Симоньян банально некуда. Ведь въезд им запретила даже родная Армения. Армения запретила въезд в страну пропагандистские Маргарите Симоньян. Армения не может оставаться равнодушной к неуважительному отношению к своей суверенной территории. Это может распространяться и на Симоньяна, и на её мужа Тиграна Киасаяна. В такой ситуации страх у ребятушек перерастает в чрезмерную жестокость. Обратите внимание, и Соловьёв, и Киасаян постоянно мечтают о каких-то ковровых ракетных ударах. А вот интересно, если мы сейчас возьмём, просто проведём ковровую бомбардировку Львову, Киеву, Одессы, Харькову, то опять начнёт тарать про трибунал и про кошмар? Три дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Ну кто-нибудь там, вот, кто, наверное, что-то ждёт, и поэтому мы не бомбим мосты. Что-то ждёт, и мы не взрываем тоннели. Ведь мы же знаем, что кинжалы не ловятся. Ну кто в нашей стране будет против того, чтобы вот эти самые кинжалы потратить? Ну так, чтобы на месте целых кварталов оставались одни воронки. Я просто реально понимаю, почему мы до сих пор не уничтожили правительственные кварталы всех украинских городов. У нас есть ракеты. Мы сняли сейчас с боевого дежурства стратегические ракеты, да, где были ядерные боеголовки. Ну что мешает? Поставить туда не ядерную часть и нанести удар. Всё, там будет достаточного размера кратер. Они, видать, не в курсе, что Россия и так делает нечто подобное тупо каждый день. Пока в Останкинских студиях кукарекают о мифическом украинском терроризме. Если мы имеем дело с террористическим государством, во-первых, почему мы не признаём это государство террористическим? Прям вот официально. И почему не ведём с ним себя так, как обычные ведут себя с представителями руководства террористических государств? Россия ежедневно убивает десятки, если не сотни мирных жителей. Например, на этой неделе ракетным ударом был уничтожен жилой дом в Запорожье и снова погибли дети. Ребёнок погиб в результате обстрела Запорожья. Минувшей ночью две российские ракеты попали в частный сектор этого города. Ты о такой воронке мечтал, а, Соловьёв? У нас есть ракеты. Ну, что мешает поставить туда не ядерную часть и нанести удар? Всё, там будет достаточного размера кратер. Если да, то просто напомним слова вашего же генерала Лебедя. Просто, чтобы вы там за поребриком понимали, почему и дальше ваша армия будет выгребать. Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома, даже не помышляли о войне, а вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарилась жена, дети, родители. Это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить. Александр Лебедь. С учётом ковровых бомбардировок Запорожья, думаем, мы не сильно ошибёмся, если предположим, что таких людей по всей Украине уже очень много. И лично у нас есть большое сомнение, что на запорожьском направлении вас даже срочники спасут. Особенно с тем учётом, что и по оружию для России могут быть сюрпризы. Послушайте вот свежие сводки своего же Министерства обороны. Российские подразделения ПВО перехватили оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Если верить Канашенкову и компании, возле Феодосии была сбита ракета оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Причём запущена она, опять-таки, по словам вашего же Министерства обороны, из Одесской области. Для наглядности мы вам даже траекторию полёта нарисуем. Украина попыталась атаковать восточную часть Крыма посредством оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» с полигона Алибейт-Узлы в Одесской области. Получается, украинская ракета пролетела всю территорию Крыма, отчего офигели даже пропагандисты вроде «Мордана». Откуда у Украины вдруг появились ракеты с дальностью ну как минимум 250 километров, если по прямой, вообще-то установка вряд ли стояла около линии боевого соприкосновения, значит, ракета с дальностью 300 километров. Что, конечно, беспокоит, это то, что вот близко сбили. Когда сбивают на границе Крыма, это нормально. Когда это уже близко подлетает, мы должны с вами понимать, что здесь стратегически важные объекты, на них стоят самолеты, которые имеют ключевую ценность во время отражения украинского наступления. Более того, неизвестно, была ли ракета сбита вообще, ведь тот же Канашенков прилет никогда не признает, а вот по данным крымских источников ракета прилетела как раз по расположению ПВО. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранено трое военных. Ну, че там, ребятки, как там обещанная демилитаризация? Проходит настолько успешно, что у Украины уже аналоги Искандера не только на бумаге появились? Да, это действительно либо Атакамс американский, который запускается с Хаймасса, с установки, либо Гром-2, аналог российского Искандера с близкой дальностью порядка 400-450 километров. Сразу видно, по плану идет спецоперация, все, как Путина говорил. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. все поставленные задачи успешно решаются. Ну а что же царь, спросите вы, может быть, честно рассказал российскому народу, что вместо демилитаризации Россия героически подняла военно-промышленный комплекс Украины до небывалых высот? Да, как бы не так, дураков признавать свои ошибки по-прежнему нет. Зато Путин не стесняется лично разгонять позорнейшие фейки. К сожалению, мы имеем дело реально с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Не, лично нам с Путиным все было понятно еще после влажных историй про заградотряд. Противник не считается ничем, своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряд даже создали. Но тогда мы опроведчиво подумали, что может такие они на ошибках будут учиться, а? Но это же смешно, когда президент несет такую ахинею, а потом его на мемчике разбирают. Но нет, вот вам на те свежак в томате о том, как злые ВСУшники потратили 300 снарядов, чтобы украинцев, сдавшихся в плен, убить. Вот вчера доложили на одном из участков соприкосновения 14 человек военнослужащих украинской армии сдались в плен. 300 снарядов противник положил в одно место. Уничтожил всех своих военнослужащих. И, к сожалению, не наши ребята в стране. Ну да, ну да, был один распятый мальчик в трусиках, а стало сразу 14. И вот это все на маминых глазах. Люди сознание теряли. Хотя здесь все-таки нужно признать, что несмотря на большие усилия Путин в калитку проиграл своему младшему ненаучному сотруднику Пушилину в плане цинизма озвученной лжи. Вы просто послушайте, что несет жалкий МММщик. Видим, что против нас применяет противник, а мы на это не имеем права. Потому что мы люди. Ну, именно поэтому наше отношение вот такое к пленным. Именно наше отношение такое вот к жилым кварталам, то есть территории оставшейся части Украины. Оказывается, Россия просто гуманно относится к пленным и вообще не бомбит жилые кварталы. Потому что у нас есть внутренний вот этот стоп, который есть не только у высшего командования военного, стоп есть еще и у наших военнослужащих людьми оставаться. И ты слушаешь и думаешь, ну вот как? Показать им разгромленные жилые кварталы мирных городов? Или, может, как вагнеровцы показательно на камеру убили мирного жителя под видом наемника из Грузии? Грузинские наемники собственной персоны приехали на концерт вагнера. При том, то, что это мирный житель доказать проще простого вон он же до оккупации села интервью дает. Шанку дают и хлеб дают. Без хлеба сидим уже сколько. Если бы не военные давали, а кто дает? Как дела, православные вы наши? Это же касается и жилых кварталов, которые Россия типа не бомбит. Вы их настолько не бомбите, что попасная с карт России пропала. Был город и нет. не подлежит восстановлению, как заявил пасечник. Пасечник, лидер боевиков луганских, говорит, что город разрушен так, что смысла восстанавливать его нет. Возможно, мы попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практический корпус. И сколько таких же попасных сейчас? Сотни? Тысячи? Маринку, например, кто в пыль стер? Это окраина Донецка, по сути. Кто сделал так, что в недавно успешном городе не осталось ни одного мирного жителя? Маринка. Доначка область. При том, что Трудовские, Петровка и прочие районы Донецка рядом с Маринкой, считай, вообще не видели войны. Там ходит транспорт, работают магазины, рестораны, живут люди, но, оказывается, Россия по жилым кварталам не стреляет, а вот украинцы да. Видим, что против нас применяет противник, а мы на это не имеем права, потому что мы люди. Но Пушилину мы очень рекомендуем посмотреть на судьбы таких же крикунов и лжецов, начиная от гиви и заканчивая татарским. Просто бог не тимошка, видит немножко и не только видит, но еще и наказывает. Есть большие сомнения, что потерявший берегаемый мемщик станет исключением из этого правила. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, они Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Редактор субтитров Корректор 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 Корректор